Приветствую всех любителей турбореактивной тяги. Как вы уже успели заметить в прошлом ролике, что вот этот вот мой двигатель начал таки подавать признаки жизни. Поэтому я, недолго думая, разобрал его и решил еще немножечко усовершенствовать. То есть так как двигатель вроде бы начинает становиться рабочим, можно уже более прочно закрепить детали и устранить некоторые косяки, которые были до этого. В общем, что же я здесь сделал? Во-первых, вы могли заметить, что он подклинивал. Поэтому я выточил на него новую втулку. Вот она старая, это втулка между крыльчатками. Кстати, она получилась гораздо более высокого качества, потому что удалось очень плотно сделать внутренние отверстия, которое насаживается на вал. Ну, в общем, она между двух подшипников вот так вот зажимается. Это раз. Следующее и очень важное усовершенствование это обработка вот этого спрямляющего аппарата. Здесь я немного закруглил углы, как вы видите. Потом все зашлифовал. Я здесь не полировал, но шлифовал вулканитовым кругом, чтобы сделать более обтекаемое все здесь внутри, чтобы компрессор гораздо лучше работал и выдавал большее давление. Лучше была прокачка. Даже немного вот здесь вот подшлифовал входы на крыльчатки. То есть это одно из таких очень важных мест. Если воздуха много не войдет, то и сжимать нечего будет. Спрофилировал спрямляющие лопатки. Как вы можете заметить, теперь у них вот здесь вот есть профиль. Вот и сделал так, чтобы немножко все-таки в сторону вот здесь вот лопатка шла. Потому что раньше они были в этом месте прямые. Я посмотрел, что у всех они идут в принципе под неким углом небольшим. Далее, что еще? Загерметизировал камеру сгорания. Здесь была щель между сопловым аппаратом и вот этой вот жестянкой. Поэтому я здесь сделал надрезы, как вы можете заметить и заваривал их сваркой. Вот это первый шов в сварке, а вот это швы именно уменьшения. Вот 1, 2 и 3. Также посадил здесь на 5 точек на этот раз. То есть уже делаю более основательно. Когда я поставил новую втулку, я ее сделал на 0,3 миллиметра больше, то двигатель начал заклинивать именно вот в этой части. То есть начала дальше крыльчатка в эту сторону расширяться и заклинивать об вот эти вот контуры. То есть, грубо говоря, ей было уже мало места в двигателе. Ее туда-сюда гоняешь, а она все равно заклинивает. То есть зазоры, как вы понимаете, сделал по минимуму. Поэтому сделал прокладку. Вот можете заметить, тут она лежит. Она уже настроена, не хочется вытаскивать. Потому что потом по отверстиям трудно ее будет попасть. Также еще из интересного сделал вот такое входное устройство на резьбе. Здесь обрезал лишнее, флянчик здесь был. И вот так накручивается входное устройство. Получается такая красота. То есть двигатель уже даже с виду будет похож на настоящий. В общем, в этом видео, дорогие друзья, мы будем опять запускать и пробовать его наконец-таки вывести на какие-то холостые обороты. Опять же, пока что ничего у меня не предусмотрено. По-прежнему нет мозгов и я даже не знаю, когда они появятся у меня. Вот, надеюсь, когда-нибудь приобрету. В общем, будем запускать опять теми же простыми методами. Итак, стартуем. Показываю вам, как это все происходило. Это было просто мега эпичное зрелище, по крайней мере для меня. Друзья, собрал такую вот установку. Опять не выдержал, хочу попробовать стартануть. Поставил вон туда зеркало и вот в таких вот спартанских условиях хочется стартануть его. Самая здесь большая проблема, это смотреть в зеркало, как оно горит. Да зеркало сдувает постоянно. Ну что, пробуем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Как видите, на самообеспечении работает. Продолжение следует... Немного, друзья, не уследил, перегрел крыльчатку, поэтому охлаждал топливом подшипники, поэтому столько много дыма. Не уследил, потому что зеркало улетело и ничего не было видно. Надо его куда-то в бок ставить. Сейчас проветрим, ничего страшного. Буду вытягивать дым циклоном. Он очень долго вытягивается, не хочет. Видно, как засасывает его. На улице видно. Конечно, здесь темно, вам не видно, но мне видно, как вытягивает. Надеюсь, быстрее вытянет гораздо. Друзья, пробуем еще раз стартануть. Дым вроде бы под рассеялся, поэтому можно попробовать. Поставил зеркало в другое место. Конечно, хорошо бы на улице это делать, но пока не до этого. Надеюсь, стенд не улетит далеко. Открываю газ. Газ внутри. Это выгорали остатки керосина, потому что я заливал подшипники. olds Someines Надо иклы быть! Резистос Резистос Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Такие дела, друзья. Потихонечку проходят испытания. На сегодня запуски закончены. Сделал я кое-какие выводы. Вот так вот выглядит мой турбореактивный двигатель. Все легко крутится, вращается. Сделан раструб, входное устройство. Сделал дополнительный штуцер для отбора сжатого воздуха. Во-первых, можно замерять давление с помощью него внутри. А во-вторых, с помощью этого штуцер будет накачиваться давление для подачи масла. Потому что я хочу использовать для начала на пропане. Нет у меня компьютера, чтобы подавать электродвигателем топливо жидкое. Поэтому для начала на пропане настрою. Я уже пробовал заправлять в кемпинг баллоны пропан. На пропане гораздо круче он работает. Просто в разы. Там и давление больше, ну и газ, видимо, по-другому работает. Хотя, друзья, мне показывали видео, что KJ66 как бы на пропане не очень работает. Не знаю, посмотрим. Мне кажется, все должно работать. Посмотрим, поглядим и сделаем свои выводы. Ну а на этом у меня все. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить, что будет дальше. Всех благодарю за внимание и всем пока!